Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Я живу в Новосибирской области. Очень люблю ходить на охоту. Вот и в один прекрасный ноябрьский день решил пойти в лес. Но с добычей не задалось. Никого не удалось подстрелить. Я уже шел домой, конечно же настроения особо не было. И тут я заметил, что на дороге что-то странное. Это был маленький брундучок. Похоже, он очень замерз. Я взял его домой, чтобы отогреть. Жена, когда я вернулся, тоже позаботилась о животном. Она отогрела его и накормила вкусной едой. Всем тем, что любят бурундуки. Животное было очень довольно. Похоже, ему еда понравилась. Потом бурундук начал бегать по квартире. Он никак не мог себе найти уютное местечко. Ведь бурундуки на зиму впадают в спячку. Вот он и искал себе норку. Очень долго бурундук не мог уснуть. Он то засыпал, то просыпался. Бегал то в одно место, то в другое. И тут, наконец-то, животное нашло себе норку в нашей кладовке. Брундук уснул и проспал там аж до февраля. Мы с женой даже и забыли о нем. Думали, что он ушел куда-то. В один февральский день бурундук решил выйти на кухню. На улице было очень тепло, а животное ужасно выглядело. Он был лысый, заспанный. Брундука увидели моя жена и дочь. Они очень испугались и начали кричать. Я сразу же прилетел на кухню. Подумал, что-то страшное случилось. Возможно, грабители пробрались в дом. Но когда я пришел на кухню, то увидел своих испуганных девочек и бурундука. Я удивился сначала, потому что думал, что животное давно ушло от нас. А потом еще и увидел, что он полностью лысый. Мы немного успокоились. Взяли зверька на руки, вкусно накормили. Ну, как тогда, когда он только появился в доме. Мы подумали, что бурундук лысый, потому что зверек просто сбросил свою шерсть. Но потом оказалось, что бурундуки не линяют. Пока зверек спал, его шерсть съела моль. Поэтому он выглядел так страшно. Итог с этой ситуацией такой. Долго оставаться в гостях нельзя. Ведь может произойти какая-то неприятная и странная ситуация. Даже если тебе очень хочется в гостях, то лучше поскорее иди назад домой. Так бурундук пробыл еще несколько дней у нас дома. Он все это время изучал местность. Дочь была очень рада новому животному дома. И это понятно, ведь у нее было чем заняться дома. Ей точно не было скучно. Но потом бурундук все-таки ушел. Теперь уже навсегда. После этого дня мы его больше не видели. Дочь сначала ходила очень расстроенная. Но потом мы купили ей кошку. Девочка снова начала веселиться и улыбаться. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумное». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.